Попросили полностью перебрать велосипед и подготовить его к покраске. И это будет первая рама, которая с помощью нашей мастерской будет покрашена в какой-то новый цвет. Так велосипед выглядит до начала работы. Втулка XT вообще в отличном состоянии. На люфта не закусан ничего. Только немножко почистить. И вот эти все нитки размотать, которые здесь в большом количестве намотаны. То есть втулка вообще в отличном состоянии. А кассете очень плохо. Кассету меняем. В таком состоянии у нас обод. Такая была грязная втулка. Все отчистили. Бурабан чистый. Теперь можно менять звезду. Придется менять задний переключатель. Потому что полностью изношены звездочки. И просто огромный люфт. То есть он прям видно, да? Согнут и болтается во всех плоскостях. И вот так вот это все выглядит внутри. Чтобы открутить винт, приходится шилом от грязи сначала чистить. Первая серьезная проблема. Вот так вот выглядит крепление для багажника сверху слева. А вот так вот выглядит крепление для багажника сверху справа. То есть оно было не закручено до конца. Видно, да, насколько? И вот это вот место полностью разбито. Краска содрана. И когда я пытаюсь открутить, вот эту гайку прокручивается. Сама бонка, которая в раму запрессована. И самое главное, что ее тут никак вообще нельзя не зафиксировать. Ничем зажать. Потому что тут даже нету никаких ни зубчиков, ни шлицов, ничего. И вот эту штуку я просто теперь открутить не могу. И закрутить, соответственно, я ее не могу. Потому что просто она вот в таком состоянии находится, видимо, уже очень давно. И когда ездили с багажником, все вот это вот так болталось. И именно поэтому, ну, из-за того, что она была не закручена, видимо, ее вот так вот выбило. Надо что-то придумывать теперь с этой рамой. Разумеется, тут идет замена звезд передних. Но система разборная. Если бонки не закисли, то можно будет поменять только большую и среднюю звезды. Маленькую оставить. Правая педалька еще живая. А вот левая уже плохо. Она болтается. Скорее всего, тоже будем менять. Хотя можно и так, конечно, ездить. Но хрустит очень сильно. Так что тут замена цепи, замена передней звезды, замена задней звезды. И пока все остальное тут хорошо. В каретке у нас нет дренажного отверстия. Поэтому вот там вот столько воды. Натекло. Так вот это выглядит. Но она полностью рабочая. То есть подшипники не убиты. Ничего, просто грязная. Надо немножко почистить. Передней втулки, конечно, плоховато. Ее надо полностью перебирать. Очень грязная. Вилка RockShox в плохом состоянии. Но до сих пор работает вполне себе более-менее нормально. Просто почистить. Так. Продолжение следует...